В прошлый раз мы остановились на том, что сделали скрипт более универсальным. Вместо двух определенных пользователей, мы теперь можем создавать разных пользователей, используя переменные. Но, сделав это, мы перестали соответствовать начальным требованиям. Во-первых, мы говорили, что если это группа IT, то ее следует предварительно добавить в sudoers. Но в нашем скрипте всего одна переменная групп, и какое бы значение она не получила, она все равно добавляется в sudoers. Если я буду добавлять пользователей из группы users, то группа users тоже попадет в sudoers. Во-вторых, мы говорили, что оболочка bash только у пользователей группы IT. У users должен быть на логин. Сейчас наш скрипт подходит только для пользователей группы IT. Для users мы можем создать отдельный скрипт, подходящий им. Но также можем это сделать в рамках одного скрипта. Начнем с sudoers. Сформулируем задачу. Если переменная групп получит значение IT, то нужно добавить такую-то строчку в sudoers. Если же переменная групп получит любое другое значение, ничего в sudoers добавлять не надо. Итак, у нас появилось слово «если». Это значит, что мы имеем дело с условиями. Bash умеет работать с условиями. Для этого у него есть команда if. Синтаксис команды выглядит так. If условие, then команда, которую мы хотим выполнить в случае, если условие выполнилось. И в конце фи, чтобы показать, где у нас заканчивается команда if. Если с командой понятно, то чем же является условие? Тоже командой. Copy, ls, grab и все в таком духе. То есть просто команда. Вы спросите, if.ls, где тут условие? ls просто покажет список файлов. О каком условии идет речь? На самом деле, if интересует не сама команда, а результат ее выполнения, так называемый код выхода или статус выхода. Обычно это число от 0 до 255. Мы упоминали статус выхода, когда говорили про зомби-процессы. Дочерний процесс при завершении должен передать родительскому свой статус выхода. Зачем? Это принятый в программировании способ родительским процессам узнать, как выполнился дочерний процесс, без необходимости копаться в выводе дочернего процесса. Для процесса, который выполнился без всяких проблем, обычно статус выхода 0. Если же что-то пошло не так, то статус выхода другой, и по нему иногда легче понять причину проблемы. В баше с помощью специальной переменной можно узнать статус выхода последней выполненной команды. Давайте для примера возьмем команду ls. Просто выполним команду и посмотрим ее значение переменной. Мы видим код выхода 0. Теперь давайте выполним команду ls файл. Команда ругается, что такого файла нет. Посмотрим статус выхода еще раз. Как видите, теперь он 2. Есть определенные стандарты, в каких случаях, какие числа пишутся. Но сейчас нас интересует только 0. Если процесс завершился с кодом 0, то считается, что все ок. Все остальные коды считаются за ошибку. Именно так думает if. Давайте напишем маленький пример. Как видите, сработала команда ls, после чего команда эхо. Давайте направим вывод команды лс в никуда, чтобы не было лишней информации. Теперь сделаем так, чтобы if получила не 0, а что-то другое. Как видите, теперь у нас условие выдает не 0, а значит команда после then не сработает. Можно еще if дополнить с помощью else, которая будет запускать команду, если в if условие не сработало. Выглядит это так. if условие, then команда если 0, else команда если не 0. Как видите, сработала вторая команда. Окей, по какому принципу работает if разобрались. Но этого недостаточно. Нам нужно узнать, переменная группа получила в качестве значения it или что-то другое. То есть нам нужна команда, которая сравнит значение переменной с каким-то текстом. Если все окей, у нее статус выхода будет 0. И тогда if выполнит нужную команду. Такая команда есть. И она, можно сказать, специально написана для if. Команда выглядит как открывающаяся квадратная скобка. А после выражения внутри ставится закрывающая квадратная скобка. Причем даже есть такая программа в UserBeam. Но у bash обычно есть встроенная версия этой программы. А внешняя программа может понадобиться для других оболочек. Есть такая же программа с названием Test. И даже более продвинутая версия с двумя скобками. Но она есть на bash и на паре других оболочек, а не на всех. В общем, если мы хотим, чтобы нашими скриптами можно было пользоваться не только на bash, будем обходиться без двойных скобок. С помощью квадратных скобок можно сравнивать много чего. Строки, числа, наличие файлов, директорий, их права и многое другое. Программа сравнивает, выдает значение 0 или 1, а дальше if действует так, как мы обсуждали. Я приложу ссылку, где показан синтаксис для различных сравнений. А пока посмотрим нашу ситуацию. Нам нужно сравнить переменную групп и текст IT. Для примера дадим переменной значение users. Сравним и посмотрим код выхода. Как видите, 1, то есть неправильно. Теперь дадим переменной значение IT. Сравним и посмотрим код выхода. 0. Значит все правильно. Кстати, важное замечание. Если в переменной есть пробелы, то сравнение работать не будет, так как bash превратит нашу переменную в ее значение. И в выражении получится много параметров. Это не подходит под синтаксис. Поэтому лучше переменные брать в кавычки. Хорошо, с выражением разобрались. Вернемся к нашему скрипту и попробуем его добавить. Вспомним наши условия. Если переменная групп получит значение IT, то нужно добавить такую-то строчку в sudoers. Находим нашу строчку с командой echo и окружаем ее условием. Тут else нам не нужен. А команды после zen можно чуток продвинуть направо с помощью пробелов, чтобы было проще для глаз. Теперь вспомним второе условие. Оболочка bash только у пользователей группы IT. У users должен быть noLogin. Тоже довольно просто. Наверху создаем переменную shell, чтобы было легче ее поменять при надобности. И даем ей значение noLogin. А в if добавляем shell, это binBash. И не забываем в конце указать эту переменную в качестве оболочки. Если у нас группа будет IT, то значение переменной в if поменяется на bash. А если не IT, то условие не выполнится, и переменная shell останется noLogin. Попробуем запустить скрипт два раза. Один раз для пользователей с группой IT, потом для пользователя с группой users. Все сработало. Но если посмотреть sudoers, можно заметить, что строчка IT повторяется много раз. Хотя одной строчки вполне достаточно. Давайте решим и эту проблему. Сформулируем задачу. Если мы добавляем пользователя с группой IT, если в sudoers нет нужной строчки, то ее нужно создать. То есть, если выполнилось первое условие, нужно проверить второе условие. И если оно тоже выполнилось, то только тогда добавлять строчку. Первое условие у нас уже прописано. После его выполнения, то есть после then, пишем еще один if. Теперь нужно написать условие, если такой-то строчки нет в sudoers. Поиском строчек занимается команда grab. Посмотрим, что он нам выдает, если мы попытаемся найти строчку. Не обязательно искать всю строчку. Если есть что-то про группу IT, то этого достаточно. И посмотрим код выхода 0. Посмотрим, что будет, если он не найдет строчку. Напишем в grab какую-то несуществующую группу, чтобы он ничего не нашел. И посмотрим еще раз. 1. Итак, если строчек нету, то grab выдает 1. Если есть, 0. Мне же нужно, чтобы запись создалась, если строчек нет. То есть, grab должен выдать 1. А if получить 0. Мне же нужно, чтобы запись создавалась, если строчек нет. То есть, grab должен выдать 1. А if должен получить 0. Чтобы вот так вот перевернуть полученное значение, нужно после if поставить восклицательный знак. Давайте проверим на том же ls, чтобы было проще. Итак, если ls не выполнился, то команда после then не должна сработать. Как видите, ls выдал ошибку и условие провалилось. Но если мы после if поставим восклицательный знак, то ls опять же не сработал, но if перевернул это значение, условие выполнилось и команда сработала. Попробуем то же самое с нашим скриптом. Итак, прочтем. Если переменная групп равна it, запускается второе условие. Если grab не нашел упоминание группы it в sudoers, то следует добавить в sudoers эту группу. Давайте проверим. Для начала удалим все упоминания группы it в sudoers. Потом запустим наш скрипт и создадим пользователя с группой it. Теперь добавим еще одного с группой it. Проверяем. Одна строчка. Условие работает. Мы с вами разобрали условие if, которые добавляют нашим скриптам логики, чтобы они могли проверять какие-то условия и по результатам менять какие-то переменные или выполнять дополнительные команды. Также разобрались, для чего нужны коды выхода и использовали их для команды if. Не забудем и про программу квадратных скобок, которая позволяет нам сравнивать переменные, строки, числа и проверять файлы. Мы еще разберем, как в команде if проверять другие условия с помощью l-if и много чего другого. А пока расскажите в комментариях, какие еще недостатки этого скрипта вы видите и как его можно улучшить.